Сдача единых государственных экзаменов является важным этапом в жизни каждого выпускника. Этот момент становится для них первым шагом в студенчество и во взрослую жизнь. Окончание этого учебного года для школьников и учителей стало неожиданным. Обучение и подготовка к ЕГЭ велась дистанционно. Однако к новым реалиям выпускники смогли приспособиться, и организаторы экзамена стараются создать для них комфортные условия. Задача нас, взрослых, обеспечить максимально комфортные условия для того, чтобы наши дети успешно сдали экзамен, чтобы наши дети были здоровы, и ничто не нарушило их атмосферу и настроение на ЕГЭ. Для тех выпускников, кто по каким-либо причинам не смог сдать ЕГЭ вовремя, предусмотрены резервные сроки. Два дня еще будет резервных дней, это 24 и 25 числа. Это для тех детей, которые в основные сроки не смогли сдать экзамены по уважительным причинам заболевания, отъезд и другие причины. Педагоги уже начали делать выводы и подводить итоги проведения экзамена. Директора Раменской школы номер 5 Ольга Ромова отметила положительные стороны проведения ЕГЭ в этом году. Очень хорошим для нас опытом стала именно сдача экзамена в этом году. И какие-то меры, которые были предприняты для того, чтобы обеспечить безопасность и сотрудников, и детей, мы, естественно, возьмем на вооружение. Например, нам очень понравилось то, как организован сейчас приход детей на пункт, как выстроена эта схема. И мы и дальше будем, я не знаю, конечно, в дальнейшем сохранятся ли все эти меры и так далее, загадывать не приходится, но мы обязательно будем их пробовать. Также Ольга Ромова поделилась с нами тем, что опыт реализации дистанционного обучения можно привнести в следующие учебные годы. Особенно это будет практиковаться с теми детьми, которые по каким-либо причинам, ну в основном это, естественно, здоровье, какие-то проблемы со здоровьем, и мы обязательно будем заниматься в режиме дистанционного обучения с этими детьми. Нынешний учебный год оказался необычным, однако он смог дать очень ценный опыт, из которого сделали полезные выводы. Игорь Чернышев и Сергей Дружинин для программы «Городские вести».